Добрый день еще раз. Ну, я по второй линии, вообще вторая линия вы видели, да, Александр Константинович, предложил несколько опций. И на самом деле, конечно, иммунотерапия на сегодняшний день занимает достаточно серьезное место для рака почки. Я не буду это повторяться, потому что, в общем-то, таргетная терапия, понятно, что до 2016 года была основная. И вот то, что в 2018 году премию Джеймс Эллисон и Тасу Кэхандзё получили за иммунотерапию, вообще за открытие противораковой терапии методом подавления негативной иммунорегуляции, вообще начался век иммунотерапии. И на самом деле, я вот работая уже 30 лет в клинической онкологии, могу сказать, что для меня это еще один, ну, такое значимое, достаточное событие, чтобы вот я определяла эффективность лекарственной терапии. На самом деле у нас была эйфория, эйфория, когда появилась таргетная терапия. Сначала химиотерапия, которая излечила герминогенные опухоли, излечивает до сих пор. Потом мы были в забытии, клинические онкологи говорили, ну, что неэффективны, то и токсичны, в общем, все одно и то же. Зачем появилась таргетная терапия? Мы увидели то, что мы никогда не видели эффектов на лекарственной терапии, и больные благодаря этому стали оперироваться, стали делать сетредуктивные операции. И при других локализациях, в том числе, им увеличили показатели выживаемости. Вот эта эра иммунотерапии, она, конечно, на сегодняшний день достаточно открыла много возможностей не только для рака почки, потому что мы влияем не на саму опухолевую клетку, потому что мы парадигму вообще поменяли. Мы не на опухолевую клетку действуем, а мы и действуем на нее через свой, по сути, организм, через иммунологическое окружение. В общем-то, блокада иммунных контрольных точек. На сегодняшний день мы знаем всего два механизма, их много, их целая плеяда. Пока мы изучили всего два подхода. Это подходы через CTL-4, это пеллюмумаб, единственный препарат. И систему PDL, когда есть рецепторы на самой опухолевой клетке, и мы их блокируем, или нилволумабом, или пембролизумабом. И есть, когда наш PDL, который, к сожалению, почему-то не реагирует, когда видит опухолевую клетку. И есть препараты, которые блокируют, вернее, открывают возможность ответа организма на возникновение опухолевой клетки или клетки, которая, в общем-то, не должна быть в организме. И на сегодняшний день вторая линия терапии уже говорил Александр Константинович. Я не хочу повторяться, я просто в другом виде. На самом деле показываю, ну, в общем-то, возможностей тоже очень много в сочетании как с иммунотерапией, между иммунотерапией, так и возможности таргетной терапии. Российские рекомендации то же самое, и АОР у нас, сейчас у нас самое главное для ОМС, у нас это рекомендации АОР на сайте Минздрава. И в терапии пациентов с почечным клетчатым раком, все группы прогноза, имеющих резистентность к ангогенной терапии, тике или антителами КВИДЖЕФ, рекомендуется предпочтение назначения неволумабом. Ну, понятно, что на сегодняшний день иммунотерапия при раке почки является, наверное, это первая локализация, при которой стали пробовать иммунотерапию от меланомы и рак почки. Как раз те опухоли, которые на химиотерапию, если меланома еще как-то реагировала немного, то рак почки вообще никак не реагировал. Первое. Второе, знали точно, что если сделать нефректомию, есть больные, небольшое количество, даже Александр Константинович не видел таких больных, но на самом деле они есть и описываются до 4%, спонтанные регрессы. Значит, когда мы убираем опухоль, делаем циторедукцию, как-то организм начинает видеть эти клетки и, соответственно, возникает спонтанные регрессы. Иммунотерапия должна была работать. Когда появились первые онкоинкологические препараты, конечно же, две опции, которые выбирали компании, это была меланома и рак почки. Ну, удивительным для меня рак легкого, который для иммунотерапии оказался эффективен, вот для меня он, например, достаточно редкая опухоль для иммунотерапии, если бы меня раньше спросили. Ну, вот смотрите, вероятность излечения, если мы используем иммунотерапию, конечно, для всех вот эти группы прогноза, они имеют очень важное значение. Конечно, чем хуже прогноз, тем хуже лечение, вернее, эффектное лечение и общая выживаемость. Но если все-таки мы имеем группы прогноза очень благоприятные, смотрите, но у них все-таки все равно есть рак, да, и у них все равно есть прогрессирование опухоли. И мы думаем в какой-то второй, третьей и так далее линии. Благодаря иммунотерапии, посмотрите, вот эти больные, чуть не работают ничего, они, конечно, попадают вот в эту плату, о которой мы мечтаем при иммунотерапии. Потому что если больные вошли вот в эту прямую линию после достижения эффекта, ну, это на самом деле, как для больного, так и для доктора, который занимается лечением, достаточно благоприятная с точки зрения вообще лечения опция. Исследование ЧЕКМИТ-025 было вот такой дизайн, одна группа больных, которые прогрессировали на фоне сунетиниба, на фоне любой терапии сурофиниба. И, кстати, интерфероны с биоцезумабом получали или неволумаб, или веролимус. На самом деле, Александр Константинович правильно сказал, что как раз это все остальные препараты, кроме оксетиниба, во второй линии сравнивались все с веролимусом. И до прогрессирования эти пациенты получали тот или иной вид лечения. Ну, в общем-то, преимущество общей выживаемости, оно было значимым, как вы видите, поменьше 0,01. И посмотрите, вот эта плата, которой 26% через 5 лет, 26% больные живут и живут дальше. То есть это, на самом деле, больше четверти. 25% и больше больных, которые прожили уже больше 5 лет. Кроме того, в зависимости от преимущества общей выживаемости, как я уже сказала, конечно же, безусловно, в зависимости от групп прогноза. Но это, естественно, наверное, для каждой опции. При этом общая выживаемость не зависела от характеристики локализации метастазов, независимо от того, сколько было метастазов, где они были, были костные линии, были костные метастазы. Ну, и, конечно, значимо с точки зрения функционального развития, вообще являются метастазы в печень, были или не были. Все-таки использование неволумаба было преимущественным по сравнению с эверолинусом. Кроме того, общая выживаемость не зависела от уровня экспрессии вот в этом случае, во второй линии. И на самом деле, что экспрессия была больше 1%, экспрессия была меньше 1%. Все эти больные имели преимущество от использования чекпоид-эдгибитора эверолинус, неволумаба. Продемонстрировал долгосрочные преимущества и во времени беспрогрессирования. Но смотрите, вот какая-то часть больных ответом шли практически одинаковые. Вот мы всегда поэтому говорим, для иммунотерапии необходимы больные, когда должны реализовать эффекты иммунотерапии. Мы не можем туда брать больных с плохим прогнозом, они очень быстро прогрессируют. Смотрите, вот практически первые квартиры, верхние квартиры, они практически идут параллельно по ответам и по времени без прогрессирования, идут одинаково. И только потом расходятся кривые. И только потом мы выявляем тех самых благоприятных больных, которые отвечают на иммунотерапию. Поэтому на самом деле, если мы выбираем и находим таких больных, они сразу начинают отвечать. И тогда у них бывает больше преимущества во время прогрессирования, время без прогрессирования. И соответственно это влияет на общую выживаемость. Ну, частота ответов была выше, чем в группе с эверолимусом, значима была. При этом, смотрите, полные регрессы на эверолимусе тоже были. Знаете, какие хорошие группы сопоставимые и достаточно большие. Более 800 человек участвовало в исследовании. Это достаточно серьезное многоцентровое было исследование, которое, в общем, явилось регистрационным этой опцией для второй линии рака почки. Профит безопасности. В общем, могу вам сказать, что уже свой опыт. По большому счету использование чекпоидных гибиторов как неволумаба, так и пембролизумаба у больных. Если их сравнивать, например, с использованием эверолимуса, ну, на самом деле гораздо менее токсичны эти препараты, чем эверолимус. Хотя, у эверолимуса мы знаем, какие осложнения. Мы знаем два вида осложнений, мы их ждем, мы их профилактируем, мы их как-то ожидаем и понимаем, где нам искать. Минус любого иммунопрепарата заключается в том, что мы не знаем, какой будет реализован токсический эффект, к сожалению. И их очень много достаточно, но при этом, если они возникают, их легко можно коррегировать, но есть и очень маленький процент клинической значимой, которой мы не можем справляться. Но здесь, смотрите, прекращение терапии из-за осложнений меньше, чем в группе эверолимуса все-таки. Ну, и смерть одна в группе эверолимуса, и не было смерти в группе неволумаба. Влияние на качество жизни, ну, здесь тоже видно, на самом деле, что, ну, здесь, знаете, еще такая здесь есть фишка. У нас пациенты говорят, что нам лучше делать что-либо, чем мы получаем таблетки дома. А это уже качество жизни. Некоторым больным качественно, что они приходят каждые две недели, им вводят какой-то препарат, спрашивают о его состоянии. А здесь дают препарат и отпускают больного на месяц и на два. Поэтому, наверное, здесь еще в качестве жизни играет эта роль. Может быть, не сколько контроль симптомов, а сколько вот это внимание, особенно в нашей действительности, таких вот именно значений на качество жизни. Я абсолютно, у меня осталось два слайда, когда параллельно сделали исследование в реальной клинической практике. На самом деле, сейчас Соединенные Штаты Америки уже издали брошюру для исследования в реальной клинической практике. Потому что исследования, которые по GCP, там рафинированные больные, больные подобранные по критериям включения. Но жизнь, она совершенно по-другому диктует назначение препаратов. И препараты иногда используются и в пятой, и в третьей линии, и благоприятные прогнозы, и неблагоприятные и так далее. На самом деле, было исследование вот такое в клинической практике, многоцентровое. Его сообщали на АСКО 2019 года. В отличие от регистрационного исследования, которое был человеком 0,25, было две и более предшествующих линий, практически половина больных. МТО-рингибиторы были в четверти части. Был и КОК, меньше чем 0,1. Мы обычно в протоколы не берем больше, чем единица. Несимптомные даже метастазы в головной мозг был. 12% больных нарушение функции почек, 40% больных. То есть и плохой прогноз четверть больных. Что показала реальная клиническая практика? Если сравнить чекмейк 0,25 с реальной клинической практикой, то оказалось, что медиана времени до прогрессирования, ну, конечно, в этой группе рафинированная была чуть больше. Но медиана общей выживаемости, посмотрите, она была одинаковая на самом деле. И частота объективного ответа, это полные частичные регрессы, тоже практически была одинаковая. Но осложнения, посмотрите, в группе в одной и в другой были, по сути, одинаковые. Вот я просто хочу показать вот этот слайд. И, наверное, этот слайд применим для любой опухоли и для любого ингибитора, чекпоинт-ингибитора. Потому что использование иммунотерапии, в частности, при раке почки, в любой линии терапии, если больной хотя бы один раз получал иммунотерапию, то его показатели выживаемости, вот это исследование в реальной клинической практике, показал выше. Если этот больной получал все линии, даже он был благоприятным и получал все, что было, но не получал иммунотерапию, этот больной будет гораздо меньше, если бы он получал иммунотерапию. Поэтому в любой линии, если есть такая возможность у ваших клинических онкологов, то эти больные должны обязательно попробовать использовать в первой или во второй линии иммунотерапию. Таким образом, каким пациентам может быть рекомендован неволумаб, и в общем-то это применимо для всех чекпоинт-ингибиторов в качестве второй линии, любой пациент, который не имеет противопоказания к иммунотерапии. Конечно, удовлетворительное общее состояние это хорошо, хотя вы видите, что в клинической практике брали и 25% больных больше двух ЭКОК. Отсутствие манифестирующих инфекций это очень является большим противопоказанием для назначения иммунотерапии. Докомпенсация хронических заболеваний, требующих приема кортикостероидов, ожидаемая продолжительность должна быть не менее трех месяцев. И по результатам регистрационного исследования чекпоинт, независимо от риска, групп риска, у молодых и пожилых, у пациентов с поражением метастазов одного и более органов, вне зависимости от числа линий, это уже подтверждение клинической практики, и вне зависимости от продолжительности и вида предшествующей терапии. Ну, я хочу вас, пользуясь случаем, пригласить на нашу большую конференцию, которая проходит ежегодно, в этом году она будет в Парк-Инг Пулковская, три кита против опухолитерапии. Мы будем говорить не сколько о препаратах, а как их использовать, эти препараты, потому что люди забыли назначение одевантного лечения, забыли назначение неодевантно, забыли, что такое фармаконадзор, забыли, что такое метр квадратный инодир лейкоцитов. Вот эта конференция, она ставит целью развить фармакологические, так скажем, мышление фармакологическое у онкологов, поэтому приходите, приглашаем всех. Спасибо за внимание.